Здравствуйте! С вами Несерович Екатерина и это новости in Poland. Тема сегодняшнего нашего выпуска. Как выглядело празднование Пасхи в Польше во время коронавируса? В аэропорту Варшавы эвакуировали пассажиров самолета из-за возможной бомбы. В Польше полиция устроила рейд на фитнес-клубы. Во Врославе больницы на время прекратили прием пациентов с ковидом. В Польше подано почти 10 миллионов налоговых деклараций. Когда последний срок подачи ПИД? А теперь подробнее. Во Врославе полиция проверила фитнес-клубы, которые решили открыться в период пандемии. Полиция обнаружила два действующих фитнес-клуба. Там тренировалось более 20 человек. Им выписаны повестки в суд. Против владельцев клуба также были возбуждены уголовные и административные дела. Первый фитнес-клуб находился на Белянах-Врославских. В нем было 18 человек. А второй в центре города. Там было 8 человек. Как заявил пресс-секретарь полиции, в отношении всех людей были приняты... Он добавил, что за последние три дня прославские офицеры провели проверку свыше тысячи раз. В отношении более 235 человек были приняты меры в связи с несоблюдением ограничений. Они наложили 216 штрафов и подготовили 16 заявлений. Если на этот раз кто-то рассчитывал на нормальную Пасху, то третья волна пандемии лишила его этих надежд. В этом году можно было забыть о семейном отдыхе в компании с десяткой более человек. За пасхальным столом могло сидеть максимум 5 гостей. Как и во время Рождества, члены семьи не входили в лимит. На Пасху двери церквей оставались открытыми для верующих. С 27 марта вступили в силу новые правила, определяющие количество людей, которые могут оставаться в церкви. Новый лимит – один человек на 20 квадратных метров, а между участниками литургии должно было быть расстояние не менее полутора метров. Во многих приходах было увеличено количество мест, а священие корзин в Великую Субботу проходило под открытым небом. На Пасху ограничений на передвижение не было. Правительство решило не предпринимать этого шага, хоть количество больных держалось около 30 тысяч человек в сутки. Превершение лимита людей за пасхальным столом было чревато штрафом от 5 до 30 тысяч злотых. Также были изменения в работе магазинов во время праздничного периода. Некоторые торговые сети продлили часы работы. Бедронка и Лидл в последние дни работали круглосуточно. С другой стороны, в пасхальную субботу магазины были открыты до 14.00. А что насчет пасхального воскресения? В этот день действовал... В воскресенье вечером в службу аэропорта имени Шопена поступила информация о том, что на борту одного из самолетов может быть взрывное устройство. Пиротехники проверили транспортное средство. Ничего не найдено. Это была ложная информация. По словам представителей аэропорта, печально, что во время пандемии коронавируса, когда машины скорой помощи могут быть полезны пациентам, заняты такими шутками. Более 100 человек, пассажиры и экипаж, были эвакуированы с самолета турецких авиалиний Turkish Airlines. В рамках кампании по сдаче налоговых деклараций в этом году налогоплательщики уже были более 9 миллионов деклараций. 91% из них были поданы в налоговые органы в электронном виде и только 9% в бумажной форме. Услуга «Твой ЕПИД», через которую до настоящего времени было получено почти 4 миллиона подоходных налогов, очень популярна. Декларации также можно подавать через систему Е-Декларации. Налогоплательщикам уже вернули 5,5 миллиардов злотых излишнеуплаченного налога. В связи с эпидемиологической ситуацией посещение налоговой инспекции возможно только по предварительной записи – онлайн или по телефону. Налогоплательщики могут решать многие вопросы в режиме онлайн, например, через веб-сайт электронной налоговой инспекции. Лица, которые указывают переплату в своей годовой налоговой декларации и подают ее в электронной форме, могут рассчитывать на более быстрый возврат своих денег. У ужинда есть на это максимум 45 дней. В случае заявления на бумаге этот срок составляет 3 месяца. Информацию о приостановке приема пациентов с COVID в одной из больниц сообщил в субботу пресс-секретарь управления Маршалковского Нижнеселеского воеводства Михаил Новаковский. По его словам, на это решение повлияла ограниченная пропускная способность кислородной системы. Все госпитализированные пациенты, в том числе нуждающиеся в кислороде, находятся под постоянным медицинским обслуживанием. В больнице есть запасы кислорода. Ранее о ситуации была уведомлена скорая помощь, а пациенты с коронавирусом были отправлены в другие медицинские учреждения. Это следствие той волны инфекции, которая сейчас идет по всей стране. Через день появилась информация, что специализированная больница имени Марчинякова в Рославе возобновила прием пациентов с COVID-19. Кроме того, в воскресенье Новаковский сообщил, что теперь воеводская больница во Рославе приостановила прием новых пациентов с COVID-19 из-за ограниченной пропускной способности кислородной установки. Через несколько часов, когда мощность установки увеличилась... Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. И не забудьте подписаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!